МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем говорить о комфортных условиях жизни. С января будущего года в республике заработает программа сельская ипотека. Реализацию важнейшего для регионов страны проект обсудили в Доме правительства. Здравствуйте! Это программа «Между строк». Я ее ведущая Анжелика Григорьева. Какие возможности открывает перед жителями республики льготная сельская ипотека? Минсельхоз России запланировал на будущий год на эти цели 1 миллиард рублей. В качестве основных партнеров называют Россельхозбанк и Сбербанк. 3 миллиона рублей по минимальной ставке. Выдавать кредиты на таких условиях уже готовы два крупнейших банка. В республике ожидают ипотечный бум. Глава региона отметил, что в муниципалитетах в связи с этим особое внимание должно быть уделено проектам комплексной застройки. Мы практически 2800 гектаров земель сельхозназначения переводили в границы населенных пунктов. Наша задача в этих микрорайонах по тем переведенным земельным участкам, касаясь программы устойчивого развития сельских территорий, строить комплексно эти и осваивать эти микрорайоны. Вот это наша главная задача. И касаясь уже многодетных семей, достаточно земель тоже предоставлено. Сельская ипотека будет запущена с начала следующего года. Михаил Игнатьев поручил подготовить точные расчеты объемов строительства домов. Люди ждут годами, как бы построить дом или получить соответствующую квартиру. Но те, которые хотят жить на селе, вот таких льготных условий никогда не было. Мы поинтересовались у жителей республики, насколько важен им такой механизм государственной поддержки. Так как на селе сейчас молодежи не остается, все уезжают в город, а это будет такая поддержка, чтобы привлечь молодежь в сельскую местность. Для людей среднего возраста я думаю, что это очень даже хорошая возможность. Я сейчас в таком возрасте нахожусь, то да, могу сказать, наверное, уверена, что воспользовалась бы. Когда есть возможность оформить кредит для улучшения, скажем так, такого рода же личных условий, под небольшой процент, почему бы и нет. Я отношусь к этому положительному. Информация об этой важной программе для жителей села появилась в районных газетах. Наряду с официальным сообщением на портале органов государственной власти первые отклики появились на страницах газет, их сайтов, в социальных сетях. Так в Цивильском вестнике опубликовали основные параметры реализации этой льготной ипотеки. В газете «Хрещень-сосы» напечатано интервью директора Чувашского филиала Россельхозбанка Ирины Письменской. В Ибресинской районной газете особое внимание уделили потенциальным заемщикам, подробно объяснив, кто может рассчитывать на господдержку. Это люди, имеющие постоянную регистрацию, ведущие на селе трудовую деятельность. На ипотеку могут рассчитывать и городские жители при соблюдении ряда условий. Одним из ключевых партнеров реализации программы стал Россельхозбанк. Здесь накоплен большой опыт господдержки селян. Республика, в принципе, готова к этим кредитам. Почему? Потому что мы вместе с селянами уже прошли большой путь в получении льготных кредитов личного подсобного хозяйства. Селяны знают, что такое льготная программа, знают, что такое целевое использование кредита. Ведь эти деньги полученные, мы уже сами сказали, что сумма 3 миллиона, не более, она должна быть использована строго по целевому назначению. То есть на строительство дома, либо на его приобретение. То есть за это надо отчитаться. На другие цели его использовать нельзя. Мы будем, сейчас мы уже точно уточняем, в каких районах готовы площадки для комплексной застройки сельских территорий. Мы сейчас поедем по районам, будем встречаться с главами поселений, непосредственно с жителями, объяснять им эту программу. Мы надеемся, что она найдет отклик, так сказать, у наших селян и будет востребована. В республике созданы, так сказать, все условия для того, чтобы проживать. Есть дороги к каждому селу, есть вода, есть свет, есть газ. Это не в каждом регионе это есть. Поэтому прежде всего, конечно, я не хочу обидеть там пожилых людей, но прежде всего молодежи, которые сегодня учатся в нашей прежде всего сельхозакадемии. Есть условия для хорошего, комфортного проживания на селе. И государство дает такой шанс. В Цивильском районе немало территорий, предназначенных для комплексной застройки. Где-то уже подведена вся необходимая инфраструктура, где-то ей только надо заняться. О будущих переменах на селе в нашем следующем материале. Удобное месторасположение, недалеко столица. Иконаш, крупнейший транспортный узел, делает район очень привлекательным для проживания. Здесь уже подготовлено более 250 земельных участков. Постепенно к ним подводят все необходимые коммуникации. Газ, электричество, водопровод, тепловые сети. Село Чарачики – яркий пример грамотной застройки. Несколько лет назад здесь в рамках федеральной программы устойчивого развития села построили коттеджный поселок со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Предоставлено было жителям нашего села и также нашего цивильского района земельные участки порядка 45 участков, где сейчас у нас наши жители строят индивидуальные жилые дома. Некоторые участки все еще пустуют. Построить дом – удовольствие не из дешевых. Государственная поддержка как нельзя кстати. Мы с семьей село Чарачики переехали год назад. Нам здесь очень нравится. И мы надеемся, что совсем скоро по программе сельская ипотека у нас появятся новые соседи. Основным преимуществом сельской ипотеки, несомненно, является льготная процентная ставка. Участниками программы льготного кредитования могут стать и городские жители. Проживать и трудиться в сельской местности вовсе не обязательно. Сельская ипотека – строго целевой продукт и может быть направлен на покупку земельного участка с готовым домом, участка с последующим строительством дома, а также на строительство дома на уже имеющемся земельном участке. Есть и другие нюансы. Строительство должно вестись обязательно подрядным способом, то есть определенный подрядчик, это может быть юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. Банк предъявляет строгие требования к подрядной организации, значит должен быть определенный стаж работы в этой сфере. Строительство ограничено, в течение трех лет подрядная организация обязана сдать дом. Вернуть людей в село – одна из основных целей льготной ипотеки. Для этого в бюджете страны на 2020 год предусмотрен 1 миллиард рублей. На самом деле вопросов о земле в связи с новой программой возникает немало. Районов комплексной застройки может быть больше. И здесь свое слово должны сказать муниципалитеты. Именно они обязаны выделить новые площадки для строительства, найти в своих бюджетах средства на проведение тепло- и водосетей, газопровода, подключить электричество к будущим домам. Кредит будет предоставляться как на приобретение жилого дома с уже имеющимся земельным участком, то есть в силу земельного кодекса и гражданского кодекса сам по себе дом не может продаваться без земельного участка, на котором он расположен. Либо кредит предоставляется для строительства жилого дома, который уже принадлежит заемщику. То есть если у граждан нет, допустим, земельного участка, то здесь можно пойти по такому пути, что сначала приобретается земельный участок за свой счет, либо можно подобрать уже готовый жилой дом для того, чтобы приобрести как жилой дом, так и земельный участок. Мы очень рады тому, что если раньше программа по устойчивому развитию сельских территорий была направлена на то, чтобы удержать уже тех жителей, которые проживают на селе, и льготами пользовались как раз сельские жители, то здесь этой ипотекой могут воспользоваться абсолютно все, включая городских жителей, которые готовы построить дом сельской местности с последующим проживанием круглогодично или посезонно. Мы очень приветствуем такое решение, потому что городские жители тоже, многие городские жители хотят иметь в сельской местности дом, но под коммерческую ставку, наверное, это не совсем выгодно, не у всех есть такая возможность, а здесь мы ожидаем, что все-таки благодаря вот этой программе села у нас оживут, еще больше оживут, городские жители начнут строить там дома, сельские жители будут обновлять и реконструировать свои дома, начнут возвращаться к родителям, ну, как на свою родину, молодежь будет оставаться, потому что основная проблема, которая есть у молодежи, ну, отсутствие жилья. Мы уже предварительно понимаем, что спрос будет высокий, мы рады такому решению Минсельхоза именно предоставлению льгот и предоставлению поддержки именно в таком виде, потому что мы считаем, что косвенно это будет способствовать борьбе с серой занятостью, с серой зарплатой, потому что мы понимаем, что для того, чтобы прийти в банк и получить кредиты, должен показать официальную зарплату определенный уровень дохода. Спрос очень высокий, причем интересно, что проявляют интерес не только сами жители, кто желает купить участок, но и руководители агропромышленных предприятий, которые готовы поучаствовать в этой программе, ведь для успешного бизнеса тоже нужны квалифицированные работники, и проблема на селе сейчас такова, что кадры отсутствуют, и дефицит в свое время усиливается. И готовы предприятия поучаствовать в этой программе, помочь своим работникам тоже построить дома. Читайте между строк и делайте свои выводы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok